В чем целебная сила ихтиола? Почему мазь из этого вещества лучше многих дорогих аналогов? Какие болезни она способна лечить и как ихтиоловая мазь влияет на внутренние органы? Обо всем этом расскажем в нашем видео. Свойства ихтиола Ихтиол – это темное густое вещество, которое получают из горных сланцев, добытых в местах залегания окаменелых древних рыб. Впервые в медицинских целях его стал использовать немецкий доктор Пауль Унна еще в XIX веке. Ихтиол обладает целебными свойствами благодаря высокому содержанию серы. Ихтиоловая мазь содержит от 10 до 20% ихтиола. Остальная часть ее массы – это медицинский вазелин, который нужен для удобства нанесения мази. Ихтиол оказывает комплексное воздействие на кожу. Во-первых, это мощный антисептик, способный убить опасные бактерии – стафилококи и стриптококи. Убивая инфекционные возбудители на поверхности кожи, ихтиол способствует быстрому заживлению ее повреждений и образованию новых здоровых клеток. Во-вторых, ихтиол обладает местно раздражающим действием на нейромедиаторы в слоях кожи. Благодаря этому улучшается ее кровоснабжение. Третье свойство ихтиола – противовоспалительное. Особенность этого вещества в его способности проникать глубоко, благодаря чему оно может справиться с гнойниками, проникшими внутрь кожных покровов. Но этим не ограничивается комплекс болезней, с которыми ихтиол помогает справиться. Как уже понятно из сказанного ранее, первая сфера применения мази на основе ихтиола – это лечение кожных воспалений. Для противодействия развитию воспалительных процессов нужно нанести ихтиоловую мазь на гнойные образования и закрыть марлевой повязкой. Однако важно, чтобы повязка была воздухопроницаемой, поэтому нельзя закрывать ее полиэтиленом. Также ихтиол поможет избавиться от фурункулов. Это вещество способствует денатурации белков, что позволяет подавить воспалительный процесс. Для этого мазь наносят прямо на фурункул один раз в день и накрывают марлевой салфеткой. Еще одно кожное заболевание, при котором эффективен ихтиол – это акне и угревая сыпь. Благодаря воздействию ихтиола на нервные окончания, кожа лучше снабжается кровью. Вместе с этим он убивает микробы и очищает кожу от сала, чем оказывает профилактическое действие и защищает от образования угрей в будущем. Для лечения акне ихтиол нужно наносить на угри точечно или делать маску с этим веществом. При точечном нанесении сначала вымыть лицо с мылом, а после нанесения ихтиола накрыть его кусочками полиэтилена и закрыть их пластырем. Держать в течение часа. Повторять процедуру через день до исчезновения прыща. Маску наносят на 2 часа, после чего тщательно смывают. Помогает ихтиоловая мазь и при таком серьезном кожном недуге, как рожа. Ее вызывает стриптококк. С развитием инфекции на коже формируются очаги эрозии, которые могут открываться. В таких местах выделяется лимфа. Нанесение ихтиола под марлевую повязку позволяет остановить отток лимфы и ускоряет заживление очагов эрозии. Мы знаем, что вы следите за своим здоровьем. Надеемся, что наши видео помогли решить многие проблемы. Обратная связь – наша главная награда. Мы внимательно читаем ваши комментарии и учитываем их при подготовке новых видео. Подписывайтесь на канал и комментируйте. Вторая сфера применения ихтиоловой мази – лечение суставов. Она снимает боль благодаря своему местно раздражающему эффекту. И хотя ихтиол не способен вылечить само заболевание, будь то артрит или подагра, в комплексном лечении это важный и безопасный элемент. При нанесении на сустав важно покрывать ихтиол повязкой из марли или другой мягкой ткани, но повязку нельзя туго затягивать, чтобы не провоцировать ухудшение состояния сустава. Еще одно заболевание, при котором помогает ихтиол – это геморрой. Свечи с ихтиолом снимают воспаление и заживляют геморроидальные трещины. В качестве замены свечам может служить ватный тампон, пропитанный ихтиоловой мазью и глицерином в равных пропорциях. Для лечения внешних трещин также можно использовать это сочетание ихтиоловой мази и глицерина. Но нанося смесь, не нужно втирать ее в шишки, чтобы их не травмировать. Наносить мазь нужно трижды в день. Что касается лечения внутренних органов, то свечи с ихтиолом помогут при простатите у мужчин и при воспалении яичников и матки у женщин. Преимущество применения ихтиола в его безопасности. Вряд ли удастся найти фармацевтический препарат со столь коротким списком противопоказаний. Среди них индивидуальная непереносимость ихтиола и возраст до 12 лет. Детям старшего возраста использовать ихтиол можно, но только местно. Назначают его даже беременным женщинам, ведь остальные мази значительно более опасны, а ихтиол практически не впитывается в системный кровоток. Нельзя применять ихтиол совместно с препаратами, в составе которых есть соли и йода, тяжелые металлы, алкалоиды и оксиды цинка. А вы пользуетесь ихтиолом? Расскажите, от каких заболеваний он вам помог? Живее вам и долголетия!